Противодействие внешнему деструктивному идеологическому воздействию на общество – одна из главных тем совещания Совета по безопасности. Машина пропаганды западных стран работает активно, а врага, как известно, можно победить только сообща. И политики, и представители ведомств объединили усилия. Привлечены главы регионов и заместитель министра культуры страны. Провел совещание Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации. К коллективным западом во главе США развернута масштабная информационная кампания по дискредитации нашей страны, напрямую призывающая к ликвидации российской государственности. Сберечь подрастающее поколение, воспитать детей патриотами, обеспечить обществу информационную безопасность. В непростое время враги действуют изощренно. А российские силовики работают в полную мощность, ежеминутно пресекая поползновения неофашистов. Сейчас, во время проведения спецоперации, кибератаки и дезинформация не редкость. Неслучайно вчера, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул следующее. Надо жестко пресекать любые попытки противника, их агентуры и раскачать наше общество. Ведь единство и сплоченность нашего национального общества всегда были и остаются силой России. Помогают преодолевать любые трудности и любые испытания. Углубились вопросы насущные в закрытом формате. После непубличного блока совещания главы регионов при Волжии поделились впечатлениями. Вторая задача, которую мы сегодня в том числе обсуждали, это то, что нам надо уметь и делать это творчески, доносить достоверную информацию до наших жителей, потому что они живут в довольно сложном информационном мире, где очень много источников информации. Считаю, что должна быть повышена ответственность владельцев публичных страниц за размещаемую информацию, в том числе комментарии. Думаю, что дополнительное регулирование этого аспекта позволило бы нам более эффективно справляться с задачами по недопущению распространения фейковой либо антигосударственной информации в социальной сети. Николай Патрушев также встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских и полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым. Обсудили ситуацию с весенними паводками, а также вопросы, связанные с загрузкой производственных мощностей промышленных предприятий региона. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.